всем привет у нас давненько не было обзоров на сварочные аппараты принесли вот такого малютку модель texa за x7 250 якобы german technology ну сомневаюсь я что что-то германское есть тут уже видно какие-то потеки как бы не электролит может просто вода в общем принесли с жалобой что не работает вентилятор охлаждения однако когда дома его включил вентилятор заработал при этом аппарат работает на выходе есть напряжение варит ток регулируется однако у меня есть подозрение что варились скорее всего на холоде и возможно смазка под застыла а может есть где-то не пропай поэтому мы его разберем на всякий случай осмотрим места пайки если какие-то есть подозрительные места подобные сырая пал пайка или что там уже разваливается может быть от влаги идет отслоение дорожки и любые подозрительные объекты подобные мы будем просто пропаивать хорошенько если там ничего подозрительного нету то смажем просто вентилятор и я думаю проблем не должно возникнуть но если опять не будет варить на морозе потому что частенько по отзывам слышал от людей что у инверторов на морозе когда они варят начинает клинить вентилятор охлаждения аппарат играется просто вот тут вот есть саморезы вот тут саморезы то есть по кругу все выкручиваем снимаем накладки пластиковые и кожух снимаем все кожух снят осматриваем сразу видно присутствие влаги вариантов несколько либо выносили его сначала с тепла на мороз что не так страшно конденсат там не появится в таком случае единственное что от перепада температуры может лак на плате потрескаться потом варят он охлаждается на морозе потом заносит бытовку в тепло появляется конденсат не успел от конденсат высохнуть внутри опять его включает работает либо во влажной среде работали утопление варили трубы еще что без разницы там дождь снег тоже есть такие товарищи частенько наблюдал что как сварщик конечно специалист от бога как пользователь инвертором так себе компоновка плотная довольно таки радиаторы небольшие вот мы видим термопредохранитель на 80 градусов диодный мост радиатор установлен пусковый реле конденсаторы конденсаторы по 200 по 200 микрофарад 450 вольт небольшие 6 штук медные шинки токовый шунт все надо будет очищать плата регулировки диоды силовые да тут конечно надо будет чистку провести капитально особо таких сильных не пропаев я не наблюдаю все равно пройдусь почище еще раз осмотрю спиртиком пройдемся подсушим аппарат после чего закроем еще раз запустим потрясем его на всякий случай и дальше уже сдадим владельцу предупредим чтобы неблагоприятных условиях не варили с повышенной влажностью потому что не прибавить здоровье это инвертору а там уже дальше на их осмотрение но можно отдать должное аппарат маленький китаец но то же время он выдержал даже тот факт что тут вода была не помер но тут как говорится как повезет тут повезло все еще раз может на такой же модели не повезти все аппарат отмыл высушил его кто спросит как я тут мыл сэндвича да все очень просто распылитель спиртик и вымываете плату наискость туда пшикаете но все смывается потом переворачиваете чтобы просто вымыл оттуда всю грязь после чего все сушим и далее уже собираем все подозрительные точки я пропаял там снизу рядом с разъемом сейчас собираем запускаем замеряем напряжение убеждаемся что не накосячили все нормально и можно будет сдавать кому интересно можете на паузу поставить рассмотреть горячий поджиг тип сварки анти залипание форсация дуги и характеристики входное выходное напряжение сколько ампер запускаем делаем замеры как я уже говорил аппарат варил без проблем сейчас просто еще раз контролируем делаем контрольный замер шумный вентилятор очень напряжение на выходе есть 98 вольт вентилятор даже после смазки все равно шумный нет балансированный хотя думаю еще походит некоторое время запасного под рукой к сожалению нету да и навряд ли согласятся на замену принцип же какой он гудит значит рабочий зачем менять да ладно смазали там есть обломанный кусочек лопасти поэтому есть вибрация последок вытираем следы влаги и можно сдавать вот такой аппарат очень маленький 250 ампер навряд ли потянет компактный легкий не знаю если еще меньше аппараты не вдавался подробности чересчур маленький очень плотный монтаж внутри однако работает со своими обязанностями справляется и ладно на этом пока все вот такой у нас немножко обзор немножко ремонт получился немножко профилактика кому понравилось ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал не забывайте нажимать кнопку колокольчик чтобы не пропускать новые ролики я на этом с вами прощаюсь всем добра счастья скоро весна держитесь осталось немного